Всем салам алейкум, это канал Старкар и я с вами Дорома, оператор Фахрадзин и локация Магнум. Сегодня мы с вами будем представлять автомобиль данного типа, китайский электромобиль Шинерий, который мы с вами снимали ранее. Но это Шинерий, данный автомобиль с большими изменениями. Здесь было изменено передняя часть этого автомобиля, также это называется фейслифтинг. Об этом мы с вами поговорим на сегодняшнем нашем обзоре. Данный автомобиль называется Шинерий X30LF. Готовьте к фигуре, ребята, ну а мы с вами начинаем. Ребята, начнем с вами обзор с того, что передняя часть этого автомобиля достаточно изменилась. Да, это тот же Шинерий, на тех же штамповках, на тот же кузов, но, поверьте мне, достаточно в измененном виде. Также здесь мы с вами наблюдаем фейслифтинг. Это не новый автомобиль, он новый тем, чем? Именно тем, что у него была изменена передняя часть и сама автомобильная характеристика. По самой автомобильной характеристике мы с вами поговорим чуть-чуть попозже, но я так с вами полностью не буду разговаривать об этом автомобиле, потому что вы знаете, что это какой-то автомобиль Шинерий. Также передняя часть этого автомобиля кардинально изменилась. Она более стала похожа на немецкий автомобиль, как Volkswagen. Volkswagen мы с вами все знаем. Это тот или иной автомобиль, который выпускается сейчас. И, поверьте мне, он действительно похож. Здесь у него очень сильно похожи передняя оптика, передние фары, решетка радиатора и так далее. Но мы с вами здесь наблюдаем хромовые элементы, хромовые детали, большой значок Шинерий. Также у нас здесь были изменены противотуманные фары и диодная оптика. Также здесь у нас имеется линзовая оптика. Вот она. И также мы с вами чуть-чуть попозже поговорим о ней и как она двигается, также посмотрим. Хотя что здесь показывать? Она двигается, как и в обычных автомобилях, наверх и вниз. Все. Также вот линии поворотника здесь у нас изменились. Также автомобиль стал немножко красивее. Даже не немножко, а достаточно. Потому что, как вы помните, раньше Шинерий выпускался с решетка радиатора, как от BMW. То есть у него были вот такие круглые ноздри, как у пятачка. В этом автомобиле их изменили. И также здесь передняя часть этого автомобиля стала похожа на более-менее на автомобиль. Также по боковой части этого автомобиля мы с вами наблюдаем зеркала. Их очень много. И также, чтобы вы понимали, чтобы вы помнили, в прежнем Шинерии вот эти окна, они не спускались. А теперь они спускаются. Мой оператор это подведет. Действительно? И также эти задние окна. Вот здесь такая же форточка. Она также остается. Дверь также открывается, что с этой, что с той стороны. Вот. Здесь мест столько же осталось. Также комфорт не изменился. Ну, а здесь появился спорт. Но как он влияет действительно на спорт, я не понимаю. Но действительно, этот автомобиль тянет очень вот прям круто, люто и клево. Вот прям я в цвет говорю. Это действительно электромобиль, ребята. Так, а по колесной базе я вам смело могу сказать, что здесь у нас стоят барабанные тормоза. Спереди у нас стоят дисковые. А здесь у нас штампованные литые диски. Ну и также, что я могу сказать по колесам. Здесь колеса 175, 70 на R14 штампованные диски. По задней части мы с вами наблюдаем ту же часть в шинере, но надпись с L-E-I-V. Вот. Ну, конечно же, AV это, ну, что-то сказывается на электро-части этого автомобиля. Но таких кардинальных изменений мы с вами не видим. Камера осталась такой же. При открывании заднего багажника мы с вами видим, что ничего, просто ремкомплект какой-то. И также мы с вами наблюдаем зарядку. Зарядку на 220 вольт. Так, а зарядка у него находится там, где у него заправлялась, собственно говоря, этот автомобиль только за ДВС с октаном. Также у него остался тот же материал, тот же приятный материал. Конечно же, он такой же китайский, дешевенький, но все же это материал с имитацией кожи. Но он здесь присутствует, и это очень приятно. По контуру мы с вами наблюдаем резинки. Они здесь у нас присутствуют, во-первых, вот, по контуру газа. Мы с вами наблюдаем газовые упоры, аж две. И также мы его закрываем комфортным путем. Автомобиль очень комфортный. Мне понравилось, и мне самое что понравилось, как он тянет. Действительно, он тянет просто люто. Открываем эту дверь и просто слушаем, как он закрывается на самом деле. Он закрывается как действительно настоящий автомобиль, не как консервная банка, как прежняя Шенери, например. Но вот прям в цвет скажу, автомобиль стоит действительно дорого. Он стоит 22 тысячи долларов. Но все же этот стоит своей цены, потому что он тянет очень хорошо. Его, короче, на полном заряде у него вырабатывается 300 километров. Он, этот автомобиль может проехать 300 километров. Здесь получается 42 киловатт емкости батареи. И также, также здесь 82 лошадиных сил. Так, моторный отсек. Давайте поговорим за моторный отсек. Кстати, боковые зеркала, они остались теми же. Автомобиль сейчас у нас в заведенном виде. Действительно в заведенном виде. Как ни странно, у него нет звука. Потому что действительно это электромобиль, и это сказывается на самом автомобиле. Открываем мы капот. И мы с вами наблюдаем. Что мы с вами наблюдаем? Во-первых, кочерга такая же здесь осталась. Кстати, где она? О, вот она. Ну, конечно же, ребята, кочерга, она здесь была и будет. За это, конечно, я ругать не буду. И также у нас здесь нет уже вот, ну, торпеда или шумоизоляции. Здесь мы с вами наблюдаем те или иные детали, которые должны присутствовать в электроавтомобиле. Ну, или же в любом другом автомобиле. Также, ну, что здесь я могу вам показать? Здесь тормозная жидкость, антифриз. Вот, доливка воды, вот она. Ну, как в обычном автомобиле. Вот и все. Вентилятор, радиатор и все. Более, чем в этом автомобиле мы с вами не будем наблюдать. Ну, да, действительно, кочерга, она здесь осталась. Это, я бы не сказал, потому что это минус, но все же над автомобилем действительно постарались. А, так, ребята, мы с вами проведем попозже чуть-чуть тест-драйв. Тест-драйв будет у нас лютый, как у молния Макуина. Также, давайте перейдем теперь в салон и поговорим теперь за салон. Ребята, мы с вами сейчас сели в данный автомобиль. На улице действительно очень жарко, но все же погода у нас немножко шалит. Потому что, ну, временами бывают дожди и бывает душно. Так, в этом автомобиле мы с вами наблюдаем те черты характера, что было в прежнем автомобиле. Например, мы с вами наблюдаем мультимедиу. Также кнопки очень приятные. Сейчас достаточно светло, но вот эти кнопки достаточно освещаются. И очень-очень приятный, как его, свет. Также кнопки очень такие же приятные. Селектор данного автомобиля здесь присутствует. Вот он. Ну, переключение скоростей. Это вот назад, например. И мы с вами наблюдаем заднюю камеру. Вот. Ну, она такой же осталась. Ну, честно говоря, она даже вот не управляется ни направо, ни налево. Вот. Ставим на нейтралку и все. Кандей действительно очень такой вот, честно, такой сильный. И прям дует. Вот. Прям от души дует. Здесь у нас имеется мультимедиа. Вот. Ну, тот же. Тот же старый. Та же старая мультимедиа, которая присутствовала в тех автомобилях. Здесь у нас также остались, были изменены климат-контроль. Он у нас присутствует. Вот. Включаете. И поток воздуха на вас идет. И вот одним нажатием вы его выключаете. Это для полного салона. И действительно у нас, ну, нормально, короче, он дует. Прям нормально. Так. Заряд в этом автомобиле на 300 километров. Как я ранее говорил. Мы, так, этот автомобиль проехал 252 километра. Ну, для этого автомобиля нормально. Так. Вроде бы мне автомобиль очень нравится. Но все же минусы в этом автомобиле есть. Карта дверей, они все пластиковые. Вот. Это у нас все идет пластиковое. Здесь по карте дверей и по торпеде мы с вами изменения не видим. Табло данного типа, оно достаточно изменилось. Она кардинально прям изменилась. Здесь убрали классические стрелки. Ну, приблизь там как-нибудь сам. Здесь убрали классические стрелки. И здесь у нас выявляется максимальная скорость до 199 километров в час и 12 тысяч оборотов. Стачка стоит на нейтралке. Мы с вами сейчас наблюдаем. Также, ребята, у нас... Ну, короче, здесь идет уже информация. 42, 42, ребята. Сейчас у нас температура в Ташкенте 42 градуса. Также в этом автомобиле у нас имеется спорт режим. Спорт режим в Минюэне. За 22 тысячи мы с вами имеем спорт режим. Что, собственно говоря, сказывается на этом автомобиле. Так, ребята, давайте пристегнемся. В прежнюю очередь. Вот, давайте действительно пристегнемся. И протестим данный автомобиль. Так, я должен немножко подготовиться. Вот как-то так. Так, что, начинаем? Кстати, как, ну, по нашей рубрике мы должны с вами слушать орех мотора данного автомобиля. Здесь его нету. Просто нету. Просто здесь гул. Просто вот гул, я вам серьезно говорю. И здесь нету его. Поэтому не обессудьте. И не обижайтесь. Это электромобиль. Со всеми автомобилями, с ДВС-движками, гула здесь, ну, с автомобилями ДВС, как, ну, я называю, двигатели внутреннего сгорания, здесь у нас нету звука. А в автомобилях ДВС, он, конечно же, есть. Так. Давайте вот развернемся. И поедем дальше. Не будем рисковать. Просто чуть-чуть назад дадим. И вот туда. Поехали. Просто в этом автомобиле просто гул. И ничего больше. У нас уже начинается дождь. Поэтому не обессудьте. Ну, достаточно тянет автомобиль очень классно. В цвет я вам заявляю. Вот он действительно тянет. Раз. Но он легче, чем обычный Шенери. Вот действительно, я вам в цвет заявляю. Он легче, чем обычный Шенери. Тянет. Очень тянет. Мы сейчас вот разогнали уже до 30 километров. Просто тянет. Я вам серьезно говорю. Вот. 50 км. Уже 50 км, ребята. За какие-то Тесла. Это просто Тесла. Ну, все же гонять мы с вами здесь не будем. Потому что у нас здесь часть, ну, как бы населенная. И у нас здесь могут выйти дети. Поэтому не будем шалить. А пройдем же уже спокойно. Ну, что-то себе, конечно, позволить я могу. Но все же. Ну, и гонять все-таки не стоит. Потому что у нас дома ждут наши родители, а наши мамы и отцы. Ну, и не только они, но и наши родные, друзья и так далее. Поэтому думайте о них, прежде чем нажимать кнопку акселератора. Точнее, педаль акселератора. Вот даже когда проезжаете, вот эту часть, да, видите детей? Притормаживаете. И просигналиваете. И едете дальше. Так, давайте мы с вами развернемся. Проедем участок до конца. А потом уже подведем итог. Раз. И два. Машин нету, помех нету, можно топить. Вот я, конечно, не могу передать те или иные чувства, которые я сейчас, например, чувствую. Вот не могу я просто. Вам нужно просто прийти сюда. Я отключу кондер. А вам нужно действительно сюда прийти и ощутить эти чувства. Действительно, здесь они просто, ну, взрывные, молниеносные. От этого автомобиля я не ожидал. Вообще, мы сегодня должны были снимать другой автомобиль. Но, но! Но, ребят, когда нам сказали, что она тянет, как Тесла, я просто с дуба ругнул. Она действительно тянет, как Тесла. И вот, если вам слышно, то вот у нее такой звук. И все, больше ничего. Все же. Все же мы с вами будем приближаться. И как бы, этот, ну, не будем шалить так. Будем ездить осторожно. Ну, примерно до 100 этот автомобиль. Ну, я вам отвечаю, вот, по-мужски я вам говорю. Ну, за 5-6 секунд до 100 это спокойно. За 5-6 секунд. Блин, опять жарко стало. Заболевать нам нельзя, потому что контент останется уже на потом. Поэтому, блин, будем осторожны. Так, прямой участок, да? Раз, два, три. 70. Как самолет. Как самолет, я отвечаю. Честное слово. Как самолет, я отвечаю. Раз, два, опрачиваемся. Вот еще раз. Шаг реле выйдет. Я шалею. Задний тянет, да? Насчет этого я не знаю, но... Думаю, впереди поднимаем. Наверное, задний. Да, все-таки задний, по-моему. Так, давайте прямо поедем. Ух, вот, как у нас работают дворники. Прям вообще кайф. Прям вот действительно кайф. А? Ну да. Тьфу, воняет чем-то. Спирт, что ли, там? По-моему, да. Ну, там не замерзайка, видимо. Китайская вода. Китайская вода, наверное. Короче, вот как-то так. Давайте теперь подытожим сегодняшний наш обзор. Мы опять проедем до конца и приедем обратно. Как говорится, закатай губу и раскатай обратно. Тачка ездит очень мягко. Вот, действительно, очень мягко. Вот. Раз, два, и все. Тачка у нас на автомате. Здесь нету типтроника. И как-то так. Ну, опять давайте выключим. Потому что уже, как бы, ну, поднадоело немножечко. Тормоза все-таки чуть-чуть говорят за себя, потому что здесь они сзади барабанные. Вот это чуть-чуть есть большой минус. Ну, я бы не сказал, потому что это очень большой минус. Но все-таки здесь есть. Стоим на светофоре. Ждем, когда загореться зеленый свет. И подготовим сегодняшний наш обзор. Поехали. Быстрее развернуться, чтобы не мешать другим автомобилям. И напоследок. Не, все, на сегодня хватит, ребята. На сегодня хватит. Это уже... Я просто балуюсь этим автомобилем. Смотри, что делать. Надо сначала вот его пропускать. Олень. Главное, это его же тачка. Ну, главная дорога, это его. Так. Вот как-то так, короче, ребята. Я просто в шоке от того, что вот тачка в натуре валит. Она вот серьезно от слова валит, она валит. Мне когда сказали то, что у нее разгон, как у Теслы, я не поверил. Я серьезно, я вначале просто не поверил. Вот как-то так, короче. Давайте подытожим сегодняшний наш обзор уже на улице. Короче, мы с вами погатались, мы с вами разобрали данный автомобиль. И что я могу сказать? То, что мне звонит Бахады. Ребята, вот такой все-таки сегодняшний наш обзор. Я думаю, он вам серьезно очень сильно понравился, влился в вашу душу. Мне автомобиль сам понравился, но цена его не так уж таки сильно. Конечно же, кому-то он понравится. Кто-то может его приобрести. Автомобиль я полностью вам рассказал. И с электромотором. С разгоном Тесла. И, конечно же, ребята, мы с вами покатались, мы с вами поговорили. Посидели внутри. И за комфорт я толком-то рассказывать не стал. Мы с вами посмотрели. Под капотку залезли. Багажник посмотрели. Мы с вами, ребята, посмотрели в этом автомобиле все. Решать вам, покупать его или нет. С вами я, Доброму Аператур Фахардин. И автосалон. Точнее, этот автомобиль с автосалона. Вистун Хонжи. Спасибо за предоставление. И за тест-драйв этого автомобиля. Всем до новых встреч. Допивайте свой кофе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok